друзья приветствую вас на ключевое событие этой неделе будет окончание ну или попытка окончания карантина в америке начиная с нью-йорка мэр нью-йорка выступил с программой как это будет делаться в начале выведут из карантина предприятия которые несут наименьший риск для распространения дальнейшего пандемии фаза 2 будут выводиться остальные предприятия между фазой 1 который вот-вот начнется и фазой 2 2 недели которые будут мониториться активно на предмет дальнейшего роста распространения но касательно того какие здесь могут быть риски я вот сегодня опубликовал своем телеграм-канале мнение на этот счет можете его почитать повторяться не буду так но вот текущие цены на нефть имеют такие значения хотел обратить все-таки внимание относительно различия цен на нефть в разных источниках что по сути сейчас могут фигурировать две цифры это 21 и 2424 это уже июльский фьючерс идет 21 это текущая цена там cfg там или продаваемая цена и поэтому как бы не пугайтесь не смущайтесь вот такие две цифры фигурировать на самом деле как бы текущая цена 21 а то что с отсрочкой поставки на июль 24 но и немножко отвлекаясь от глобальных вопросов россия приостановила экспорт зерна то здесь уже видимо анализируют и предвосхищают развитие ситуации с тем что в этом году будет сложность со сбором урожая нехватка продовольствия но текущее движение цен на пшеницу указывает что вполне как бы может развиться в ближайшее время рост и вот здесь как бы маячит на горизонте цель 1 это 600 долларов и потом к августу цена может разогнаться до 700 и даже 750 долларов то есть но исходя из графика можно предположить что по пшенице будет рост цен то есть это как правило предшествует тому когда возникают сложности с продовольствием так но то что касается количество активных буровых по данным бейкер-хьюз в пятницу они были опубликованы как мы видим количество активных буровых в америке просто со свистом летит вниз по 50 60 еженедельно сокращается с такими темпами уже на этой неделе увидим возвращение к 16 году когда был минимум в районе 320 но я думаю здесь цель движения она будет в районе 200 потому что сейчас дикая разбалансировка между спросом и предложением на нефть и сыпаться будут боровые со свистом голман сакс продолжает армагеддонить и говорит что в ближайшие 3-4 недели может повториться еще один крах цен на нефть и по бренду тоже может произойти то что мы видели куда был ведь а это связано с тем что спрос значительно меньше предложения и те действия которые предпринимаются в части сокращения предложения они недостаточно а хранилище переполняются так ну вот в америке в техасе уже хотят нефтепроводы использовать в качестве хранилища сейчас на этот счет активно идут дебаты это позволит 2 миллиона баррелей нефти припарковать на самом деле это сумма она достаточно крошечная потому что америка порядка сейчас 13 миллионов баррелей в сутки потребляет так что это ну вообще мне кажется ни о чем вот опять же что нефтяные цены они восстановились временно и вполне как бы в ближайшее время можем увидеть движение с новой силой но сейчас спрос на нефть в америке упал до уровня шестидесятых годов поэтому предполагается что сланец будет продолжать трясти будет усиленными темпами сокращаться количество буровых но с добычей и нефтепереработкой сейчас иран очень сильно активизировался и подобное действие она может усилить переизбыток нефтепродуктов на рынке еще сильнее разбалансировать спрос и предложить но и текущая ситуация сочетание того что на ближнем востоке страны начинают явно или неявно стремится усиленной добычи в обход достигнутых договоренностей для того чтобы больше продать занять часть рынка конкурентов в совокупности с низкими ценами это может спровоцировать нестабильную ситуацию на ближнем востоке и войну здесь как бы двоякая картина с одной стороны соединенные штаты наверняка будут разжигать пытаться что-то там сделать для того чтобы дестабилизировать ситуацию чтобы сланец американский в меньшей степени закрывался с одной стороны с другой стороны падение цен на нефть ухудшает ситуацию в таких странах как иран внутренняя ситуация будет дестабилизироваться это может привести но каким-то катаклизмом типа гражданская война революции так далее или же может спровоцировать и сам иран к внешней агрессии для того чтобы разрядить внутри обстановку потому что все такие режимы они путем поиска внешнего врага пытаются решить внутренние проблемы это характерно для всех диктаторских режимов но и вот в предыдущем видео был вопрос у подписчика относительно того почему я сказал что 70 процентов ввп россии она завязана на нефти действительно по официальной статистике только одна третья часть нам по 33 или 35 процентов формально получается исходя из нефтегазодобычи но на самом деле надо понимать что нефтегазодобыча она всегда связана со многими другими отраслями и поэтому де-факто на самом деле если рассматривать это в совокупности то в целом там как раз получается цифра 60 70 процентов сейчас на скидку не могу дать ссылку это надо искать но на самом деле был ряд исследований того же милонова владимира или милого от экономист который в прошлом работал в рау с вот там он подробно этот вопрос разбирает и с расчетами показывать какая часть ввп реально завязан на нефтегазовом секторе ну и смотрите вот есть правил проверочный такой момент что две трети экспорта это фактически нефтегаз то есть а что такое экспорт страна в основном не производит товары с высокой прибалочной стоимостью и поэтому вот этот экспорт в денежных единицах две трети он идет на приобретение товара с высокой прибалочной стоимостью которые распределяются в стране населению гос структурам и поэтому падение нефтегазовых доходов она автоматом означает что вот эти всех товаров электроники одежды и так далее да даже те же семена не за валюту закупаются и завозится их в меньшем объеме можно завести тем самым ситуация внутри страны ухудшается но и текущая ситуация она в общем то даже для крупных нефтяных компаний породил ряд вопросов что сокращать дивиденды или операционные издержки то есть добычу там и так далее на самом деле я думаю здесь никакой дилеммы нет они будут сокращать это и другое как операционные издержки как как затраты так и дивиденды поэтому зря не ломают голову но вот goldman сакс опять армагеддоне о том что сейчас как бы текущий график на snp указывает на то что может случиться негативное движение на самом деле это и так очевидно что текущая ситуация она указывает на то что этот оскок он не будет носить долгосрочный характер ну и в дополнение текущей картины с нефтью атака танкеров которые кружат вокруг калифорнии и которые плавают вокруг сингапура и не знает куда им деваться вот и на самом деле сейчас я читал на форумах обсуждается по поводу того что мол чушь полную пишут хранилище америки не заполнены еще полно резервов но чушь тогда танкеры в огромном количестве заполненные плавают и не знает куда им девать нефть на самом деле я думаю действительно вполне справедлив прогноз того же по голдман сакс о том что в мае то есть еще три-четыре недели можем столкнуться с новым нефтяным шоком цен на нефть который будет связан с тем что спрос и предложение так и не пришли в соответствие и емкости уже для хранения исчерпались и если такая ситуация на усугубиться если вот текущий выход с карантина америки и европы он не будет динамичным не восстановить спрос на нефть и если те действия по сокращению нефти который предпринимать будет недостаточно мы в мае можем увидеть повторный нефтяной крах ну по крайней мере на текущий момент судя по графику несмотря на то что остались цели внизу для движения цены нефти бренд там 15 с половиной в районе 10 все-таки пока текущей ситуации указывает на то что более ли более вероятно стабилизации проторговка но я опять же данные по сотам которые я вот опубликовал то есть они указывают на то что на этой неделе счетки американские трейдеры более вероятно ожидает что цены на нефть либо стабилизируется либо немножко отрастут плюс напряженная ситуация на ближнем востоке там начинает бомбить иран и американские вооруженные силы относительно того что вот там мы будем лодки расстреливать мы будем тоже что-то предпринимать и так далее и тому подобное то есть на самом деле есть определенная динамика между дестабилизация ситуации на ближнем востоке и ценами на нефть это и начало 90-х годов когда там война была с ираком и постоянно то есть вот это все напряжение которое возникает она в большинстве случаев связано с ценами на нефть поэтому я думаю там что-то в ближайшее время насчет очень активно происходить так ну и что касается курса рубль доллар вот смотрите если мы проанализируем какое было поведение в апреле на протяжении последних 5-6 лет то мы увидим что например пятнадцатом шестнадцатом году курс национальной валюты в это время в апреле он все-таки стабилизировался по большей части или даже укреплялся в пятнадцатом году но данная закономерность она претерпела изменения начиная 17 года когда в апреле начинался в основном апрель начала мая рост доллара против рубля в девятнадцатом году ситуация тоже была достаточно такая ощутимая в плане ослабления национальной валюты правда потом в мае когда отыграли цены на нефть увидели укрепление рубля на текущий момент я думаю сейчас возможно движение сейчас скорее всего до среды когда будет аукционов и за мы увидим колебательное движение возможно даже будет ослабление рубля в закрытии этого гэпа если по нефти мы никакого армагица не увидим то скорее всего это колебательное движение в диапазоне 73 61 76 его семянут так и будет продолжаться до среды и потом в среду когда произойдет размещение если не начнется рост цен на нефть то мы увидим скорее всего ослабление рубля против доллара и движения на 79 и случае пробития 79 тут уже пойдет тестирование 82 вот на текущий момент скорее всего будет сейчас открытие с ростом доллара цель движения 7537 это связано с тем что нефть ослабляется несмотря на то что воскресенье позитивно саудовской аравии от торговалась но на форекс и сейчас рубль доллар торгуется в районе 0 в районе закрытия соответственно я думаю здесь наверно мы с утра на когда будет открываться наша площадка пойдем тестировать семьдесят четыре восемь если семьдесят четыре восемь устоит и при этом по нефти не будет обвала то где-то у нас будет колебательное движение сегодня в течение дня по рубль доллар это семьдесят четыре тридцать три семьдесят четыре семь семь вот этот диапазон так друзья касательно цен на нефть я вот ряд расчетов с разных точек зрения провел по поводу возможного движения цен на нефть этот месячные таймфреймы если все это скажем так но свести какой-то упрощенной модели то в конечном итоге получается как ни крути что как бы не делали а все равно кпсс из этой же серии вот здесь вот у нас был фрактал это месячный таймфрейм 2008 год максимум потом падение потом отскок там в районе 2 3 от максимума консолидации потом пошло снижение цен далее уже семнадцатом восемнадцатом году вот этот фрактал повторился но он был сжатый в таком виде уменьшенной вот если там проводить ряд расчетов и возможных аппроксимации как будут развиваться события по рынку нефти то ну скажем так с разными подходами рисуется вот такой график движения то есть сейчас либо консолидация либо может быть какой-то короткий задер на 15 с половиной в дальнейшем цена отскакивает в диапазон 50 60 потом она снижается уходит в консолидацию который будет диапазоне но ориентируешь на 3842 плюс-минус и потом к октябрю 2022 года будет эпическое падение которое произойдет в район 13 или 9 долларов за баррель по бренду но опять же это математическая модель это не значит что цены железно таким образом пойдут на текущий момент скажем так двумя-тремя подходами разными получается наиболее вероятный сценарий это такое движение по нефти разумеется если сейчас вспыхнет война на ближнем востоке и там начнется трешак и полный ад конечно мы увидим отскок возможно даже до 70 дух а может быть и 204 но такой сценарий мне сейчас видится маловероятным скорее всего нефти на максимум свой максимум цен прошла и будет насколько какой-то состоится так или иначе но в любом случае если мы наблюдаем даже месячный таймфрейм там увидим что постепенно цены на нефть имеет тенденцию к снижению но и вот общем-то график размещение у фс по средам происходит и каждую среду можно увидеть что так или иначе оказывается поддержка в определенной степени курса рубля но здесь стрелочка немножко смещена она по вам должна вот сюда вот к этой свечи виси когда началось укрепление рубля против доллара ну и у нас в апреле остается последняя среда это 29 апреля когда размещение фс будет если до этого момента нефть на новые лаи не поведут скорее всего рубль доллар будут удерживать постараюсь удерживать в текущем диапазоне вот и уже потом 29 30 и 1 если никаких фокусов по нефти не произойдет мы можем увидеть движение на ослабление рубля достаточно ощутимы так вот еще хотел несколько графиков очень интересных показать вот смотрите американский индекс который переведен в унции золотые что у нас получается у нас получается мы сейчас пришли на 2016 год когда к власти дорвался дональд федорович трамп вот это о чем говорит о том что этот пузырь который надувался он лопнул и сейчас здесь наиболее вероятно либо колебательное движение вот в этом диапазоне или же пробитие нижней границы и проседания американского индекса относительно стоимости золота так далее индекс ртс деленный на стоимость нефти месячный таймфрейм что мы здесь видим мы видим что сейчас пошел очень сильный задер то есть такой задер на протяжении всего времени он был не характерен и поскольку он был не характерен то здесь возможно два варианта решения вопроса или должна расти нефть или упадет ртс одной из двух поскольку нефть рост нефти он на текущий момент маловероятен то здесь в большей степени напрашивается сценарий с падением индекса ртс то есть возврат его к соотношению как минимум 32 сейчас он почти 50 а вообще по-хорошему диапазон 2420 то есть стоимость нефти умножить на коэффициент 20-24 если смотреть индекс ртс функциях золота то мы увидим что мы сейчас приближаемся к минимальному значению который было 2009 году в начале и в пятнадцатом году у нас такой привязки к золотому стандарту нету однако закономерность интересная по идее здесь должен быть отскок вот ну такой зависимость как у американского индексы конечно нет привязки к золоту но тем не менее все равно интересно что мы сейчас пришли к минимуму который был до этого в критические моменты 2009 2015 год все друзья спасибо за внимание